Ну, наверное, такие матчи очень приятны для зрителя. И то, что две команды играли, можно сказать, в открытый футбол и отвечали атакой на атаку, наверное, это лучшее то, что есть в футболе. И количество забитых мячей, которое сегодня произошло, я думаю, что этому подтверждение. Поэтому, наверное, хороший счет. Понятно, что для Урала, наверное, он неприятный, но на наш взгляд и Урал показал достойную игру и хорошего качества матчей с характером и со всеми остальными компонентами. Поэтому, если говорить более детально, то о нашей команде, что у нас получались довольно-таки хорошие отрезки и взаимосвязи, на наш взгляд, опять же-таки начинают получаться очень качественные. Поэтому мы этому очень рады. Мы рады этой победе, потому что после такого неприятного периода, после квалификации Лиги Чемпионов, конечно, было немножко неприятно. Но сегодняшний матч, именно перед перерывом на сборной команды, добавит нам, мы думаем, хорошие эмоции. И то, что время будет подготовиться к следующему непростому отрезку, я думаю, что это только нам в пользу. Спасибо. Переходим к вопросам. Коллеги, пожалуйста, представляемся, задаем свои вопросы. Вы знаете, в каждом матче случаются отрезки, которым нельзя подготовить. Это бывает. А Альпиакос довольно-таки хорошая команда. Если вы будете разбирать ее более детально, вы увидите, что, на наш взгляд, если сравнивать ее с Порту, она не многим уступала. Поэтому очень хорошая команда, конечно. Наверное, первый матч, который мы провели, он предрешил многое. Но мы пытались во втором матче все вернуть, но не получилось, к сожалению. В Премьер-Лиге качества нет. Я думаю, что сложно говорить, то, что здесь сравнивать как-то нет. Уровень Премьер-Лиги, на наш взгляд, довольно-таки хороший. Каждая игра, вы видите, она очень трудна. И предсказать что-то, кто победитель или проиграет, очень сложно. Поэтому я бы так не сказал. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Александр Кесли областной телевидении, Сергей Васильевич, вот с чем связана замена Ари? Просто исходя из логики игры или потому, что у него там и закусились, и не Саваляна, вы решили убрать его подальше? Нет, просто Ари проводил первый матч после длительного перерыва. У него была небольшая проблема с мышцами, поэтому сложно было ему играть после такого длительного перерыва. 90 минут, и мы понимали, что это тоже, может быть, вызвать какие-то сложности для него. Поэтому мы планировали это. Никаких нюансов по поводу того, что случилось. Ну, конфликты бывают в игре. Это ничего страшного. Здесь как бы не из-за этого было. То есть мы это планировали, мы думали об этом. И, в принципе, это мы не успели. Немножко не успели. Мы хотели чуть раньше. Игнатьев, наверное, минуты три простоял, порождал ситуацию по замене. И, да, к сожалению, вот так. Нет, здесь никакой вот этой ситуации, которая приводила к спорам. Нет? Спасибо. Спасибо.